Большой потенциал для молдавской экономики представляет IT-сектор, который за три последних года зафиксировал рост экспорта услуг на 68%. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, представляя итоги министерства за 2018 год. Он отметил, что данный сектор демонстрирует динамичное развитие, которое находит отражение в растущей доле IT-индустрии во внутреннем валовом продукте Молдовы. При этом глава экономического ведомства акцентировал внимание на том, что самый молодой сектор молдавской экономики, получил динамичное развитие благодаря вниманию и поддержке премьер-министра Павла Филиппа. В начале этого года при поддержке правительства был открыт IT-парк Молдова. Сейчас в нем работают 317 компаний. Каждая третья имеет иностранные инвестиции. Более 300 специалистов в этих компаниях работают на экспорт. За три последних года IT-сектор Молдовы продемонстрировал рост в размере 36%. Объем продукции вырос за это время с 8 миллиардов леев до 12 миллиардов леев. Этот сектор стал привлекательным для иностранных инвестиций, а также для размещения заказов крупных иностранных корпораций. Средняя зарплата в IT-парк Молдова в 2018 году составила 23 тысячи леев в месяц. Перечисляя реализованные проекты в текущем году, министр экономики назвал программу «Хорошие дороги для Молдовы», в рамках которой удалось отремонтировать более полутора тысяч километров дорог в сельской местности. На будущий год данную программу планируют расширить, что позволит отремонтировать и построить заново уже 2600 километров дорог. Габурич отметил позитивную роль и вклад в развитие молдавской экономики свободных экономических зон, резидентами которых в текущем году открыто 3200 рабочих мест, а их общее количество вплотную приблизилось к 14 тысячам. Говоря о возросших показателях экспорта и импорта, Габурич констатировал, что в настоящее время уже 70% от общего объема молдавского экспорта приходится на страны Евросоюза, чему способствовало соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли Республика Молдова ЕС. Важным и значимым для энергетической безопасности Молдовы министр назвал проект газопровода «Унгены Кишинев», сдача в эксплуатацию которого предоставит Молдове альтернативу в импорте природного газа. Приоритетным для экономики в уходящем 2018 году был и проект, связанный со строительством многофункционального комплекса «Арена Кишинел», который 14 октября 2019 года будет сдан в эксплуатацию.